Как собраться стать фрилансером? Я специально так провокационно написал, как вот оно мне видится. Наверняка мой опыт не все покрывает. Поэтому, ну что ж, в общем, первый вопрос, то есть, как люди докопились до того, чтобы вот стать фрилансером вместо нормальной работы, как люди ходят там с 9 до 6. Как? Ну, я считаю, что здесь большая роль. Просто за последний вот месяц я жил в Днепропетровске, ко мне обратилось четверо друзей, которые сказали, слушай, мы тоже хотим быть переводчиками. Причем все абсолютно из разных областей. Кто-то в образовании, кто-то там. Ну, в общем, абсолютно никак. Потому что, ну, сейчас ситуация такая, все мечтают получать зарплату в валюте, все мечтают работать на заграницу. Поэтому, вот время раздают свои герои. Сейчас герои айтишники и все, кто работает на загранице. Поэтому, я думаю, вот можно сказать, что мы представители модной профессии. Вот. И, ну, вот, да. Вот это, как бы, о трудностях, конечно, о которых люди не подозревают. Большая часть моих друзей вообще уверен, что я ни хрена не делаю. У меня нет вообще, у меня выходной каждый день и так далее. Если я по какой-то причине, меня нет три дня, наверное, я просто отсыпаюсь после последней гульки. Желательно, чтобы он был достаточно быстрый, чтобы не раздражать. Потому что, честно говоря, компьютер, который работает медленно и раздражает, это ужасно. И когда мои друзья опять же говорят, зачем тебе клавиатура и мышь по 100 долларов каждую, я говорю, ну, это инструмент, я ним работаю, я за ним сижу все время. И, черт возьми, высиживать, да, там, может быть иногда и 15 часов за компьютером действительно требует, чтобы это было нормальное кресло, монитор, мышка, клавиатура и так далее. То же самое касается интернет. Мало того, что, ну, и, кстати, компьютерная грамотность, конечно. Потому что, если там 10 лет назад люди могли себе позволить буквально, там, чуть ли не с листа переводить, там, в Word, еще как-то, то, конечно, сейчас, ну, о Катус мы еще поговорим. Ну, компьютерная грамотность просто необходима. Это еще одна причина, кстати, почему молодых становится все больше, а старикам многим все труднее. Потому что меняется все очень быстро. И, опять же, интернет, то есть, помимо того, что должен быть быстрый интернет, возможность там скачивать, закачивать файлы, поиск в интернете, навык быстро просматривать, усваивать информацию, мне кажется, это то, что нужно. Ну, и вещь, без которой трудно будет сразу эволюционировать и, там, скажем так, успеть заработать на еду раньше, чем умерешь от голода, это, наверное, все-таки наставник, человек какой-нибудь, это может быть, там, коллега, кому мы пойдем работать за еду, но который нам расскажет, как это делается. Ну, если такой человек есть, то реально, там, за годик более-менее как-то потянуть уровень. Если такого человека нет, это все будет трудно, больно и непонятно. Да, итак, на первом этапе, мне кажется, все вот буквально хватаемся за все, что есть. Может быть, я знаю, это провокационная вещь, сейчас будут говорить, что работай только с тем, что тебе нравится, работай только, занимайся только тем, с чем ты разбираешься. Ну, для того, чтобы, для того, чтобы прожить, в общем, ну, просто берем, вот, готов, могу все, что угодно, могу копать, могу не копать, могу идти, могу... Честно, я вот, обещал, там, на стене было написано, что я со стыдом должен был рассказать о своем первом клиенте. Так вот, мой первый собственный клиент, это был перевод тайваньского сайта косметики, в основном женской. Я из косметики пользуюсь только пеной для бритья. Честно говоря, а там были всякие скинкеры, мулькап и все такое. Это было, в общем, норма перевода в день была что-то около 4 тысяч слов, причем выходные не учитывались. И платили мне за это 300 долларов. Ну, в общем, но я был рад этому, потому что, ну, а что, за 300 долларов можно даже купить еду. Вот, и, в общем-то, на первом этапе, да, чтобы хоть что-то показать, тем более, чтобы у меня не было профильного образования, и, в общем-то... Единственная вещь, которая подтверждала мою квалификацию, я защищал свой диплом по спектрам глионов на английском языке, мне дали какую-то корочку, типа, там, технический переводчик английского, потому что я защищал английский. Это было все, что у меня было из всего. Ну, собственно, насчет наставника, просто получилось так, что да, у меня мама была переводчиком, и вот год она меня натаскивала, за этот год я думал, что либо мы с ней больше не будем общаться, либо все-таки я стану переводчиком. К счастью, она уехала в Санаду, что я само собой решила. Вот, то есть, я считаю, нужно браться вообще за все, и мы плавно переходим, как бы, откуда браться, вот, поиск клиентов. То есть, да, вот опрос, кому же сегодня вспоминали, ну, действительно, это, наверное, то есть, есть еще там всякие аквариус, всякие, что там, на Илансе есть какие-то фрилансерские. Транслейтерс кафе. Вот, транслейтерс кафе. Честно, я везде там зарегистрирован, ни одного заказа я туда не получил. Я не знаю, может, у кого-то получалось, ни у кого не получалось. У меня тоже самое. Я сам не видел, но мне так сказать. Есть, да? А, ну вот, вот, я обязан буду поздравить. Вдруг вы первый человек, кто это смог. Да, парни, которым удовольствуют. И, кстати, на прозе, в общем, на первых порах, да, там, 120, там, 130 долларов, вроде бы небольшие деньги, но когда их нет, это тоже существенно. И, действительно, вот тот самый первый клиент, который, это какая-то турецкая женщина, которая для тайваньского сайта переводила косметику. Ну, в общем, это была какая-то очень мутная схема. Но, в целом, она нашла мне через спрос. Она именно акцентированно искала дешевых, молодых, парттаймовых переводчиков. Короче, я говорю, нам нужно дешево, много и хреново. Ну, для начинающих, мне кажется, ну, пускай. Тем более, что, ну, наверняка, за такие слова, всякие мастодонты, которые сейчас собрались на повал, они, ну, точно обидятся, скажут вообще, куда ты лезешь, прекрати. Но, черт возьми, а как еще начинать? Я не знаю. Вот. Еще один вариант клиентов, сарафанное радио, когда тебе говорят, о, я слышал, ты переводчик. Эгей, я сейчас стараюсь таких людей, конечно, отправлять куда-нибудь в агентство. Ну, еще и в силу того, что все прекрасно, ну, я потом буду говорить об агентствах, об их ценах, вот, то есть, в принципе, тоже попервах там для какого-то портфолио пойдет. Ну, и вот наставник подкидывает, то есть, если вы действительно смогли найти какого-то взрослого, несостоявшегося переводчика, им ведь тоже нужны какие-то подрядчики, какие-то молодежь, то есть, это такой взаимный интерес, то, в общем-то, может идти поток заказов и оттуда, потому что, во-первых, мы нарабатываем портфолио, мы вообще пытаемся доказать миру, что да, вот, смотрите, я могу перевести, и даже кто-то это потом прочтет, и, в общем, еще и деньги платят. Вот, и так, прямые клиенты, агент, так, прямые клиенты, и брать. Это самый простой пункт в моем докладе, я не знал, честно. Я с прямыми клиентами, вот только те, что по сарафанному радио приходят, вот у нас в Днепропетровске есть несколько фирм, которые разрабатывают игры. И вот да, поскольку это все там, айтишная тусовка, она небольшая, а я физики, все мои ушли в айти, поэтому вот дали, я для них что-то переводил, и для портфолио было полезно. Но в целом, как вот прийти, я не знаю, там, в Близзард и сказать, я хочу вам переводить или куда-то еще. Единственный клиент, который, вот из крупных таких известных брендов, которые набирал напрямую переводчику, он был Booking.com. У них через Google Translators Toolkit, есть такой катул достаточно извращенный, вот они набирали напрямую, у них был свой отдел, но платили они, кстати, меньше даже, чем Агент. Они платили, кажется, 3 евроцента. 3 евроцента, жлоба. Вот, но зато, как говорят, constant workflow и так далее. Да, мы вас обеспечим работой надолго, качественно, недорого. Божественно. Да. Вот, а в целом, честно говоря, прямые клиенты, ну это, во-первых, это действительно разовые заказы, как правило, в общем, ну такое, не стабильное, не постоянное, и если у кого-то получилось, круто, но так, чтобы нормально на этом зарабатывать, не знаю. У кого-то получалось? У нас вот есть люди, которым удалось. С прямыми клиентами работать и на постоянном, как бы, я работал в нашем белорусском, я просто стоил, когда я с первонатурой, это не темные отношения, я работал в сфере белорусских. То есть, вот, ну, а ты понимаешь, я перевозил два на тему лекарственных сериала. И как цены? По 160 серии. В первом случае, ну, вот такая доработка была. Ну, порой, там, в такой, конечно, сломить я уже просто, ну, сражались травы, я разрабатывал, потому что там не яйца, как бы, вот, 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 вот. Ну, вот, сарафанное радио, то что мы называем. Да, да. Ну, в общем-то, у меня тоже как-то получалось. У нас там, вот, это, одна из специализаций, это медприборы, и вот у нас там, в Европе, есть одна импортера медприборов, и как раз там тоже как-то сарафанное радио сработало, и я для них там переводил, вот, там, морозильные станции для плазмы крови, там, ну, интересно, конечно, но, опять же, это заканчивается быстро, и в результате ты уже не нужен, а время, которое ты тратишь там на их окучивание, оно достаточно существенное. Понимаете? Если вы просто хотите сидеть и переводить, а не заниматься каким-то там постоянным бегодням, то, ну, наверное, прямые элементы это сложный вариант. Скажем так, может, есть вот тоже часто, ты смотришь там на сайт какого-нибудь известного, там, не знаю, хоть Фейсбук, хоть что, видишь там четкие косяки в переводе, думаешь, ага, они наняли дебилов, сейчас я все исправлю. Сколько люди не писали им писем, не говорили, смотрите, вот я такой классный, я готов все сделать, чуть ли не бесплатно, всех игнорят, нафиг никому не надо. Потому что, ну, люди уже за это заплатили деньги, кто нужно, получили деньги, никто не хочет на это обращать внимание, короче, там денег нет, все, не дадут. Итак, то есть, есть агенства два типа, да, из СНГ и остальные. Вообще, конечно, есть отдельное агенство, европейские, американские, там, китайские, индийские, они все отличаются, очень интересно. Вот, начнем с агенств СНГ. Ну, насколько я знаю, 90 их процентов занимаются, в общем-то, следующим, они берут подряды западных агенств, и раздают их нашим переводчикам. Это чистый, в чистом виде бодишоп, да, то есть, когда мы просто продаем время людей, короче, покупаем дорого, покупаем дешево, продаем дорого. Вот все. Зато с ними удобно работать, они милые, у них обычно хороший менеджмент, у них обычно, в общем, все налажено. Просто у меня были ситуации, когда мне французы присылают заказ, и этот же заказ присылают россияне, но вдвое дешево. Ну, ну, как бы, я говорю, ребята, честно, я вас обожаю, но хоть не этот заказ. Вот, как бы, то есть, они, в общем, тоже, это тоже, в каком-то смысле, добавленная стоимость, то есть, они что они делают? Они создают пул переводчиков, они создают пул заказчиков, и их стыкуют между собой, стыкуют неплохо. Я скажу, что в основном россияне довольно с теми, с кем я работал, аванту транслейшн, кстати, с All Correct тоже работают, вытерли, а я работаю. С Мультфитран тоже работаю. С Мультфитран тоже работаю. Вот, то есть, но, ну, All Correct может и берут каких-то заказчиков прямых, но там же как идет пирамида, то есть, есть вот заказчик типа Близзарда, ему нужны там, так называемые Мультиленгвич провайдер, то есть, те, кто работают со многими языками, а потом, эти уже Мультиленгвич поднанимают Сингленгвич провайдер, и уже вот эти Сингленгвич, это может быть, либо индивидуальный фрилансер, либо группа фрилансеров, либо вот какое-нибудь агентство из СНГ. В общем-то, но мы все знаем, что действительно цены внутри СНГ и цены снаружи СНГ на переводы очень сильно различались, то есть, ну, я не знаю, как можно прожить на то, что платит переводчику в Украине, я не знаю, никогда не пробовал, честно, ни разу не работал с украинским министом. Вот. Вот. Ну и, кстати, агентство из СНГ тоже есть такая опасность. Вот назад перестал полностью работать с россиянами, там, в силу того, что они россияне. и теперь я очень рад этому, не купал рубль, и вуаля, патриотизм полезен для команды. Вот. И, ну и вот зарубежные агентства, да, и что такое бюрократия? Зарубежные агентства очень любят бюрократии. А они, то есть, если россияне смотрят без пальца, обычно на всевозможные бумажные вопросы, зарубежные агентства обязательно пришлют вам пачку каких-нибудь NDA. Ага, так. Ну да, в общем, пришлют вам пачку каких-нибудь NDA, об этом я позже скажу, еще у меня будет об этом слайде. Так, что у нас тут? Ага, языковая пара. То есть, ну, как правило, у людей есть хотя бы одна языковая пара, если я не переводчик. Это уже успех. Да, вот, например, то есть, как правило, родных языков у людей обычно немного. Ну, вообще считается, что максимум три, хотя больше двух бывает редко. То есть, вот, ну, мне как украинцам, может, повезло иметь два родных языка, и поэтому, то есть, есть поток. на русский язык больше поток переводов, безусловно, на украинский меньше, но меньше и конкуренции. То есть, и за счет этого бывает дороже, да, то есть, вот, но зато, я скажу, что украинские филологи еще больше буквально, ведущим российские филологи, просто там правила благозвучия и так далее, мне хотелось, то есть, когда, вот, как раз я сейчас скоординирую локализацию Microsoft Office на украинский язык, наша команда это делает, и вот, когда я как раз написал тестовые переводы, то есть, ну, сложный, айтишный текст, по каким-то сетевым технологиям и так далее, переводишь все правильно, но тебе ставят там 70 баллов, 70 процентов качества при необходимых, там, хотя бы 80, потому что ты там правила благозвучия, где-то эти пренебрег, там, изи и так далее, в общем, черт возьми, думаешь, как я вас люблю, ну, в общем, получилось с этим как-то совладать, но, что касается, то есть, и вообще, по канонам переводчиков считается, что переводить можно только на родной, то есть, вот, родились мы здесь, знаем там, русский, украинский, белорусский, вряд ли у кого еще что-то, то есть, понимать мы можем много языков, но свободно общаться, писать грамотно, мы можем только на родном, поэтому, в общем-то, когда просят перевести на английский, я стараюсь этого никогда не делать, вообще, рекомендую не соглашаться, то есть, как, предправило, да, обычно у всех английский, но вот еще у филологов бывает немецкий, ну, много их может быть, в принципе-то, то есть, добавить еще один язык в обойму, например, помимо английского, там, французский, немецкий, еще какой-то, мне кажется, уже будет немножко проще, потому что, ну, вот, я для себя разработал формулу, которая рассказывала всем, кто хочет стать переводчиком, а у меня таких, почему-то, оказалось много, вот, то есть, я говорю, одна, ну, а люди обычно, как говорят, у меня в 11 классе была пятерка по английскому, я считаю, у меня все получится, хорошо, то есть ты, ну, вот, пускай даже, вот, ты, ну, вот, я говорю, треть это знание иностранного языка, треть это знание специфики перевода, и треть это знание родного языка, может, там будет чуть другое соотношение, плюс-минус, но в целом, вот это три составляющих, из которых не получится перевода вообще, причем, как правило, естественно, новички меньше всего заморачиваются на знание родного языка, а как раз это-то и самое сложное, и то, что нарабатывать приходится дольше всего, это стиль какой-то и так далее, потому что, ну, скажем так, продуктом переводчика является именно то, что он написал на родном языке, это, это именно то, что ты продаешь, поэтому, то, что ты отлично понял исходный текст, это, в общем, хорошо, но, это недостаточно, яно, то есть, самообразование заниматься приятно, но знать родной язык, это, в общем, мне кажется, самое сложное, что вот из этих трех составляющих есть, поэтому, ну, и знание, конечно же, специфики, то есть, я много занимался техническим переводом, и, конечно, там тоже нужно нарабатывать, ну, спустя, там, месяц-два, в общем, вник на специфику можно, в сутки, и вот, чтобы добавить новый язык, source language, каким ты ставкам работаешь, тебе скажут, я под Эмдией, я не могу разглашать эту информацию, я вешал, вот, в целом, насколько я понимаю, я, слава богу, из другой страны, меня тут, может, не побьют, и поэтому, ну, я скажу так, да, россияне платят, там, от полутора, до трех, там, долларовых центов, за слово, ну, опять же, бывают исключительные случаи, но те, которые в одишопе, они больше платить не могут, потому что европейцы платят, там, пять, шесть, семь, вот, то есть, в общем, именно то, чтобы окупить свои сдержки, ну, половину нужно себе, как минимум, забирать, вот, как быть с ценообразованием, молодым переводчиком, когда хочется всего и сразу, а никто ничего не дает, но тут все-таки нужно исходить из того, пускай сначала будут заказы, хоть какие угодно, а почему угодно, когда уже, и потом, потихоньку, когда есть вот постоянный поток заказов, уже на каком-то, с какими-то ставками, как-то ее пошагово повышать, как бы так, как на ступеньке, одной на одной прервисе, дальше идем. В целом, конечно, это личное дело каждого, я должен сказать, что да, если в серьезное агентство сказать, что я буду работать там по полтора долларов, в цента за слово, они подумают, наверное, это какой-то кретин, пошел кому-то дальше, то есть, тоже ставить меньше, ну, никто не любит тех, кто работает за еду, как ни странно, даже тех, кто эту еду им дает. Вот, так, ну, и, в общем, после того, как вы законтачили, к каким-нибудь западным агентством, обычно вам пришлют пачку документов, анкет и так далее, меня больше всего, обычно, эта пачка может быть от нескольких листов, до нескольких десятков листов, вас может попросить распечатать и расписаться на каждой странице, у меня был такой курьезный случай, прислали как раз вот такой контракт, страниц на 25, там еще приложение и так далее, короче, страниц 40 нужно распечатать, а внизу в этом письме было написано, мы за зеленую планету, пожалуйста, печатайте как меньше, мы за то, чтобы вы ничего не распечатали, не печатайте это письмо, пожалуйста. они позабавлены, позабавлены, я должен сказать, но в целом, что означает, вот вы написали, может быть даже сделали тест и прошли его, вам выслали анкету, что это означает, ничего не означает, означает, что в принципе вы где-то будете у них числиться в списке, и мы вам перезвоним, если что. что касается налоговых документов, испанцы часто, ну, кстати, локалсов постоянно хотят каких-то налоговых документов, испанцы хотят, прибалтийцы хотят, я не знаю, я слава богу, из другой страны, у меня друзья со 200 грн сделали печать налоговую, я туда шли, я не знаю, может быть, может быть. но я не хочу так, мне жалко 23%, я могу сказать, где за 200 грн. Я не знаю, то есть им эти документы нужны прикрыть как бы свою спину, ну, может в Беларуси так не получается, конечно, не получится, ну, опять же, эти документы никому не нужно показывать, их просто отправил по почте и все, то есть местным органам не нужно очистить. А, да? Ну, как бы, то есть я в Прибалтику, да, я в Прибалтику отправлял тоже, ну, хорошо, ладно, но им же это нужно как бы для себя, им нужно это отчитаться перед какими-то своими людьми, поэтому, ну, я к этому отношусь максимально просто, я не знаю, наверное, в Беларуси все жестче, ну, как бы, говорю как есть, я поэтому говорил, что мой доклад был таким провокационным, то есть здесь многие будут не соглашаться, но рассказываю, как оно будет. так, так, итак, как Тулс, да, все о них слышали, все, там, и многие в них работали, работают они, да, по принципу, там, единица речи, это предложение, вот, предложение, оригинал перевод, заносится в память, в результате, то есть, их вообще, как Тулса, ну, я использовал, десятка-полтора мне доводилось на своем веку, потому что каждый клиент, он приходит и хочет какую-то свою кошку, они все одинаковые, все кошки серые, они все работают по одному принципу, с разной степенью удобства, на всех клавиатурах есть какие-то буквы, да, но некоторые клавиатуры удобнее других, в целом, так, с Катулзами, в общем, обычно, как делал я, когда клиент говорит, нам нужно, я не знаю, какой-нибудь, Экрос, ну, Экрос, он бесплатный, да, нам нужен, чего они только не просили, я не знаю, из расчет за много, но, по сути дела, можно у них ласково спросить лицензию, но иногда они просят лицензию, я не знаю, опять же, я начинал с самого низу, я отлично смотрел, есть ли она где-нибудь на рутракере, если есть, то говорю, есть лицензия, все хорошо, хотя, некоторые люди, конечно, предоставляют лицензию, хотя однажды, я с этим очень интересно прокололся, какой-то был Катул, очень интересный, для локализации сайта, они говорят, вы работали с ним? Ну, конечно, работали, ну, конечно, работали, что же я дурак, они говорят, а расскажите, какой веб-сайт, вы переводили с этой программой, а потом я смотрю, что, собственно, эти люди, которые меня это спрашивают, это агентство по переводу, они же являются разработчиками этого софта, и они его еще не запускали, они вообще не удивились, почему я с ним уже работал, а у них там было 4 проекта, их не все знают, вот, ну, не сложилось у меня с ними, но бывает и такое, вот, дальше, если клиент хочет с извращениями, если он хочет каких-то, я не знаю, бывают клиенты, которые хотят, они могли бы вы попереводить нам, там, ну, автокад еще ладно, могли бы вы нам попереводить в текстовом файлике, вот, между тегами, там, что-то, или не могли бы вы дать нам скидку, или бывают всякие абсолютно идиотские требования у клиентов, и, в общем, это, обчую, как говорится, как к этому относиться, и насколько этим, то ли, ну, скажем так, первые 4 года, я отвечал, как вот этот первый парень, потом, потом, я уже начал делать удивленное лицо, но, в целом, я скажу, пока вы молодые, вам нужны деньги, ну, скажем так, можно к этому относиться иногда, ведь клиенты еще иногда говорят, а вы могли бы сделать тот и тот, начинаешь, выспрашивать, выспрашивать, он иногда сам не знает, о чем хочет, потому что это, опять же, чьи-то посредники, и так далее, то есть, ну, по возможности, если уже все упорлось в то, что да, нужно сделать, и да, это мутерно, и да, непонятно, сколько вам за это заплатят, ну, короче, если вам нужны деньги, делайте, соглашайтесь, мы, люди не гордые, мы потерпим, потом, как говорится, есть чем вспомнить, нечего детям рассказать, яркий пример извращения от клиента, это вот, есть у меня такой французские заказчики, которые все время переводят там, какие-то газовые турбины, и так далее, очень хороший пример, смотрите, 242 тысячи слов всего, это вот реальная с письма, я скопировал, из них повторов 203 тысячи, и так далее, то есть, новые слова, 202 тысячи, 15, и вот, Катул, любимый, 2007-й Традос, и в общем-то, они, ну, и у них, естественно, естественно, они ничего не платят, ни за репетишнс, ни за 100%, ну, что сказать, то есть, это реальный шанс получить денег за 15 тысяч, а перевести 1050, ну, запросто, потому что, даже если это определяется как репетишнс, за счет каких-то форматирований, за счет каких-то вещей, да и просто проклацать, знаете, 242 тысячи, это половина Анны Карениной, если не больше, просто проклацать в борде все эти сегменты, это займет очень-очень много времени, то есть, как относиться к такому, ну, скажем так, если все-таки у вас, а? ну, естественно, все-все отлично, прекрасно, а что, что ли? И в каждом файле по 5 слов, но мы, естественно, как бы вот, они любят у меня, да, ребята, как делать, весело, очень хорошие ставки, но бесплатно, как с этим быть, ну, в общем, можно требовать там 10% за репетишнс, мне кажется, это более-менее, если они, вот тут, если большая контора, у них память переводов, и обеда полтора, то есть, у них там уже такие наслоения пошли, непонятно, каких массы, кто там переводил, но в целом, вот, с таким работать трудно, я, ну, стараюсь отказаться, потому что, потом не знаешь, куда деваться, потом, что с этим делать, и так, был вопрос о деле кэпэсике, да, как Дуглас Адамс хорошо сказал, вот, Вова, знаешь, что деле кэпэсике, понятное, растяжимое, вот, то есть, нормальный человек, с двумя руками, делает примерно 2-2,5 тысячи слов, а средне знакомого текста, то есть, там, где вот, как-то так, то есть, вообще, нормальная скорость, да, это нужно, если в спокойном темпе переводить знакомый текст, то это где-то 400 слов там, в час, то есть, если, средне знакомый текст, 2-2,5, если текст знакомый, нравится, ушел с головой, можно за день, там, 4-4, можно даже 5, незнакомый текст, никто не знает, сколько вы переводите, честно, любой переводить нормально, может, придется просидеть, там, читать, про какую-нибудь хроматографию, целый день, интересно, познавательно, ну, мало, вот, поэтому, вот, чтобы не оказаться, вот, как Google с Adam, в своих пристрастиях к дедлайну, ну, по крайней мере, да, совсем уж нереальные вещи лучше не ставить, ну, и, конечно, есть такое правило, да, предупредить заказчика, и всегда нужно обговорить, всегда, на день, всегда нужно обговорить, из моего опыта, пишешь заказчику, и говоришь, такие дела, вообще, очень сложные, тексты, а нет, заказчик всегда себя оставляет зазор, как раз для таких случаев, то есть, поговорить с заказчиком, договориться, это всегда лучше, чем потом, по факту, сказать, а не знаю. Как можно увеличить свою, в зависимости, с ПТ, достаточно просто перепутать, дедлайн, а, да, да, я помню этот случай, на месяц перепутала дедлайн, и случайно заработала кучу денег, перепутала октябрь-с-ноябрём, и стала не 16 ноября, а 16 октября, в деле сделала полуторамесячную работу, с большим истуком, ну, страх одно завели, что сидел за то, что опознал, за деньги, конечно, вообще, нет, лучше брать столько, чтобы было сразу понятно, так, и так, способ оплаты, есть платежный систем, типа PayPal, и MissKrill, PayPal имеет некие ограничения, там, да, на страны СНФ, каждый по-разному, в Украине вообще, он практически полностью ограничен, на него платить нельзя никак, то есть, тут два варианта, либо найти себе родственников за границей, где-нибудь там, более экономик, как это сказать, платежи приемных стран, в общем, там, куда доходит PayPal, там, куда доходит PayPal, а moneybookers, они же Scrill, они работают, в общем, со всеми странами, без проблем, но, ими почти никто не пользуется, это такая британская штука, которая, ну, вообще удобно, редко удается упалкать, вот, денежный перевод, обычно, это как раз с СНФ, агентствами, либо Western Union, но Western Union, у меня какие-то там, вычеты, да, 7%, 10%, я не знаю, мне жаль, но людям кому-то 23 не жаль, инвестируем в испанскую экономику, я не знаю, я бы рекомендовал все-таки, ну, смотри, вот, и денежный перевод, да, то есть, здесь, но это редко удается, в общем, большая часть западных агентств, они все, wire transfer, он же, bank transfer, то есть, банковский перевод, в принципе, я не знаю, это опять же, в каждой стране решается по-своему, в Украине я просто завел счетки из лица, и мне туда отправляют, единственное, просят, чтобы не было в графе, ну, там, комментарии, слово invoice, если так, то оно заходит нормально на счетки из лица, но уже у нас, юрлиц заставляют переводить в национальную валюту, то есть, продавать валютную выручку, а идут они лесом, честно говоря, с такими правилами, потому что, я так сильно люблю национальную валюту, что я хочу лично подходить в Кантере покупать, за евро, за доллар, мне нравится сам процесс, я не хочу, чтобы кто-то у меня отбирал это удовольствие, так что, в общем, ну, мне кажется, самый реальный способ, я не знаю, а как в Беларусе вообще банковские переводы, я буду переводить, а, вот я буду, отлично, замечательно, ну, мне кажется, удобнее всего, получается, так, и, в принципе, на этот старался, мне Вова сказал, что у нас осталось 45 минут, поэтому я постарался быстренько, так, безусловно, список, краткий список рекомендованной литературы, которую я прочитал, чтобы стать переводчиком, есть такой товарищ из Харькова, Олег Рудавин, небезызвестный, в общем-то, модератор проза для нашей половины мира, по-моему, довелось с ним лично общаться, замечательный человек, интересный, написал очень хорошую книжку, он, правда, эта книжка, ну, там есть немножко архаики, он писал, опираясь еще на свой опыт, когда он по модену 14400 отправлял файл, но, в общем-то, суть не так уж сильно изменилась, короче, актуальности она не потеряла, стоит почитать, она тонкая, пишет он хорошо, переводчик знатный, короче, рекомендую, и для тех, кто еще не прочитал, по каким-то причинам, ну, ругаль, прочитайте, там вот все моменты, о которых Вова слокализировал, информации о том, что, да, если в фэнтезийном мире, то не нужно писать гостиницу, а нужно писать товары и так далее, все это написано еще в этой книге середины прошлого века, мне кажется, лучше и проще еще никто не написал, как-то так, ну, в общем, я благодарю всех за внимание, в общем-то, можем еще немножко пообщаться, или уже в гуларах потом, я не знаю, кому насколько здоровья, хватит, да, да, с нетерпением ждем, афты падают, я постарался так максимально быстро пробежаться, но в целом, ну, хорошо, наверное, предоставлю, просто, ну, хорошо,